и мы сейчас ждем нашего гостя наталью ветрову наталья ветрова это наш наставник это наш миллионер это лидер это просто чудо женщина которая сейчас поделится своими секретами почему такая успешная почему она богатая почему такая счастливая все время наташ надо включить камеру и включить надо надо выйти и обратно зайти или на видео нажать внизу есть все подожди у меня камера не сегодня прям что-то происходит не переживайте все хорошо перезайду да перезаходите ничего страшного так у нас люди собираются классно людмила светлая она классная пришла сразу первое так света еще пришла сайкал назаркуловна пришла классно лариса дмитриевна пришла огромный привет кыргызстана солнечного кыргызстана берметрустам гузы пришла классно дилдыска пришла лидия хаглышева или хаглышева извините если неправильно произношу ваши фамилии но они все классные гульзат пришла краску классно массе динцвек тренер супер джанара лариса хаменка пришла аутынай буранбекова супер-супер-супер-супер надежда пришла аутынай буранбекова ням-ням-ням улзада кубатова садат батырханова батырханова айнакея турдубекова ютюпуська всех-всех приветствую себя на канале на телеграм-канале на телеграм-канале у нас здесь происходят чудеса но ничего страшного доброго пожаловать класс какая вы супер какая вы светлая классная классно ну чего добро пожаловать и в наши просторы на территорию хыргызстана я вас всех увижу там так круто так классно ожидаю встречи мы ждем вас и шолнечный кыргызстан вас ждет с распростертыми объятиями вот так все да побольше таких книжек принесите пожалуйста мы хотим книжки эти все распространить чтобы каждый был интеллект-тренером каждый каждый ну что наталья поехали тогда вот мы все равно все победим да мы пойдем в телеграм у нас камера не открывает мы заработаем камеру поколдуем чтобы камера заработала женщина может все абсолютно наталья вам слово вам такой золотой микрофон передаю расскажите о себе кто вы как вы как вы вдохновляете людей как вы совмещаете все подряд почему за вами идут люди вы один из моих крутых наставников как это вы умеете как вы это все успеваете поехали ну удача и дружба с нами всегда богатство и счастье это наша судьба и мы величайшие во все времена и первое место в мире это наша судьба я вас всех приветствую дорогие родные сердца родная семья знаете мы вот так говорим мега лидеры триумфаторы победители когда-то еще год назад знаете я была в ужасном состоянии расскажу немножко свою историю так как у меня уже представили зовут меня наталья я мамочка троих детей замечательных бабушка замечательной внучки вот так что я очень счастливая любимая жена и десна мужа вот так что и вы знаете я хочу немножко рассказать о себе четырнадцатом году мы приехали с донбасса там где началась война в россию до жить и вот я в шестнадцатом году рожаю ребенка бог дал мы взяли и вас благодаря этому ребенку я стала думать куда мне идти как мне зарабатывать где мне себя найти у нас была своя фирма металлопластиковые окна да но потом я решила пойти в интернет и вы знаете у меня в интернете были взлеты и падения я ничего не понимала я пришла как знаете слепой котенок куда бежать чего бежать и знаете поначалу я теряла деньги но потом я поняла когда я потеряла очередную сумму детских денег это немаленькая на тот момент была сумма для нас и вы знаете что я подумала в тот момент я думала сказать в интернете все плохо или посмотреть на тех счастливых здоровых богатых уверенных миллионеров которые как-то ими становятся и вы знаете я выбрала второй вариант я мужу встала и сказала когда у нас тысяча рублей в кошельке оставалось представляете я стою такая говорю ты знаешь дорогой я обещаю тебе что в этом году я заработаю свой первый миллион что мы поменяем машину съездим на море представьте дорогие моя я это сказала когда была сломана машина когда вот ничего не было чужая квартира маленький ребенок две дочки учились денег 0 в окружении миллионеров 0 у меня никогда миллионеров не было в окружении я никогда с ними не общалась у меня папа шахтер мама повар вот и я росла честно скажу училась в школе плохо института не закончила знаете что я вам хочу сказать вся проблема у нас голове и миллионерами не рождаются ими становятся и становятся ими в голове а знаете чтобы стать миллионером у нас есть 8 миллионеров секреты миллионеров мы вас можем научить кто еще не миллионер моей команде я хочу сказать за год более 15 миллионеров представляете то есть я не сама сейчас стала миллионером а еще и моя команда миллионеры и вы знаете когда я в тот день стала и сказала что я принимаю решение стать миллионером через четыре месяца я заработала свой первый миллион мы поменяли машину и съездили на море и вы знаете что произошло компания закрылась и знаете что я поняла что мало просила желайте большего не ограничивайте свое мышление знаете мышление оно должно быть обширным масштабным люди с мелким мышлением они ничего не добиваются в жизни и вот у нас есть восемь секретов миллионера где мы знаете масштабное мышление человеку дела где мы учим людей как правильно мыслить как становиться миллионерами успешными уверенными счастливыми женами мамами бабушками вы знаете это вот моя первая такая история дальше у меня я научилась уже зарабатывать миллион а когда ты заработаешь первый миллион и даже если ты его потеряешь как у меня это потом было да я потеряла опять осталось ни с чем знаете человек который хоть раз стал миллионером он снова это повторит и я вам хочу сказать что потом я снова заработала уже не один миллион и я зарабатывала я поняла как легко зарабатывать миллион на самом деле он у нас голове дорогие мои родите этот миллион внутри себя и вы увидеть его жизни он к вам обязательно придет и вы знаете дальше у меня были взлеты и падения где-то я зарабатывала где-то я теряла но я такой человек знаете даже если я все потеряла я начинаю с нуля поднимаюсь и снова иду я никогда не смотрю на те потери которые бывают жизни знаю некоторые люди знаете они упали и лежат пластом как маленькие дети я говорю посмотрите на детей ведь когда мы учимся ходить не один не остался лежать когда упал ну правда же все мы стали снова пошли я представляю ребенок упал один раз и сказал все дальше не пойду я боюсь подниматься и двигаться вперед но мы встаем и идем так и здесь успешный человек это тот который даже если и упал что-то у него не получается но если он продолжает у него обязательно все получится круто же скажи это правда два ты наверно тоже испытала в жизни своей много всего и что хочу сказать дальше знаете у меня были разные падения вот некоторые мне сейчас говорят наташа у меня все хорошо мне не нужно знать эти восемь секретов миллионера я счастливая здоровая богата в этот момент знаете что я говорю дорогая мая еще в апреле месяце 21 года я была в дубае отмечала свой день рождения на яхте с команды зарабатывала миллионы но в августе я проснулась прошло четыре месяца я встала и все и моя жизнь перевернулась она стала на нуле то есть у меня не было ни здоровья деньги я потеряла опять же несколько миллионов вот и вы знаете что я подумала и я попала в депрессию до этого когда мне говорили что есть депрессия люди как-то в нее попадают я не могла понять как но в тот момент когда я попала в депрессию опять же у меня был выбор то ли оставаться в этой депрессии то ли искать какой-то выход ну это страшная была депрессия пять месяцев я была в депрессии то есть со здоровьем проблемы деньги потеряла отношения в семье потеряла было раздражительно орала на всех приходила пилила мужа пилила детей просто было пилой недовольная женщина раздражительная женщина которая ничего в жизни не устраивала когда у тебя что-то палит да вот когда у тебя что-то разрушается в теле то тебя ничего не радует и знаете что и после этого перед новым годом я и стала где мне быть дальше где мне вот зарабатывать да и мне очень хотелось зарабатывать но я привыкла к большим деньгам но я устала от всех проектов я была в матрица я была в инвестициях я была в тренарах бинара косметика в бадах в общем духе все что есть и все попробовала дорогие все что вы мне скажете я могу вам ответить но знаете у меня был такой запрос к богу я еще очень люблю бога и люблю людей очень люблю и вы знаете я молилась богу и говорила господи покажи мне такую компанию где не будет ни матриц не инвестиций не тренаров не бинаров не косметики не бадов ничего но дай мне такую компанию где самое главное мои люди зарабатывали партнеры да я зарабатывал но а главнее всего чтобы люди были довольны и что значит довольный человек это счастливый радостный человек понимаете не угрюмый недовольный вот это мне надоело я как лидер знаете устала от недовольных людей которые жалуются вечно недовольны у меня не получается у меня тут плохо у меня там плохо игру боже мой я устала от этих людей я хочу других людей окружения и вы знаете самое интересное через два дня мне пришел запрос и мне сказали а то ли ты хочешь выйти из депрессии я то есть депрессии хочу никуда не хочу я ни во что не верю и мне предложили знаете 8 секретов миллионера которые выводят человека из депрессии дают энергию радость счастье здоровье восстановление семьи и самое главное открываются денежные каналы все есть все ответы на ваши вопросы вы здесь получите это очень круто и вы знаете я сначала отказалась сказала мне это все не интересно но потом меня это человек который пригласил она меня просто достала и я знаете думаю ну все пойду посмотрю что же там такое как же там делает людей счастливых здоровых богатых из депрессии выводят мне было очень интересно и пошла я пошла на одну встречу где сидел человек такой улыбался довольно счастливый кричит я зарабатываю 5 миллионов рублей в месяц за то что я делаю людей счастливыми вы представляете это же вообще круто я подумала господи это как можно людей делать счастливым еще и зарабатывать такие деньги и этого не понимала и вы знаете я вам скажу я поняла что мне тоже две ноги две руки хуже его значит я тоже смогу надо мне только узнать на чем он зарабатывает и как он делает людей счастливым и узнаете 4 января я пришла вот на эти восемь секретов миллионера и вы знаете моя жизнь она изменилась на пятый день я уже получила энергию на пятый день я вышла из депрессии на пятый день я посмотрела на мужа другими глазами и в первый же месяц я заработала пять тысяч долларов представляете как это круто я специально микрофон выключаю чтобы вам не мешать вот этот поток пошел а так мои восхищения нанташ ну мы продолжаем если что можете задавать вопросы там если что то там с удовольствием отвечу на все вопросы вот и что я хочу сказать знаете здесь есть миссия мне понравилось что здесь есть миссия что мы живем ради того чтобы сделать этот мир лучше и знаете что я поняла я раньше думала весь мир лучше оказывается в первую очередь что мы делаем мир в сердце человека представляете потому что у людей в сердце беспокойство нету радости нету счастья нет энергии а вот эта методика она знаете это вот у нас у всех есть мобильные телефоны и когда зарядка на мобильный телефон садится в нем столько функций да вот сейчас мы в телеграме там в инстаграме youtube столько всего но сейчас телефон у меня разрядиться так сколько процентов так 45 еще есть на зарядку поставить пока есть нормально но смотрите мобильная связь отключается это просто черный экранчик становится представьте вот так мы люди когда мы выгораем когда у нас нету энергии что с нами происходит у нас нету здоровья нету счастье нету радости нету любви между мужем и женой взаимопонимания нету отношений с детьми хороших да нету денег нет энергии дорогие нету денег деньги это энергия они любят энергичных людей радостных людей потому что деньги это положительная энергия вот они очень любят приходить людям которые радостные и благодарные самое главное еще благодарность не забывайте благодарить вот и вы знаете что я хочу сказать что вот эта методика она как зарядное устройство для телефона а это зарядное устройство для нас людей здесь выбираем профессию интеллект тренера кто такой интеллект тренер дорогие мои вот есть фитнес тренер он качает наше тело а интеллект тренер качает наш мозг чтобы нам быть миллионерами чтобы нам быть красивыми счастливыми здоровыми богатыми уверенными и успешными знаете что происходит за восемь дней с людьми человек пришел в депрессии в потерях в растерянных состояниях многие приходят у кого-то кто-то умирает кто-то теряет деньги кто-то теряет отношения у меня даже одна семья недавно пришла они были на грани развода они испробовали все он говорит я все всем помогаю но себе помочь не могу к нему там толпами люди ходили он всем помогал находил выход но себе помочь не мог и вы представьте когда он пришел и прошел эти восемь секретов миллионера у них семья восстановилась он горит наташа как просто все как легко все оказывается здесь восстанавливается семья и знаете что самое главное вы начинаете делать вы начинаете любить себя ведь самая главная проблема в жизни дорогие мои что мы не любим себя когда ты себя не любишь тебя не любят никто вокруг и ты никого не любишь на самом деле потому что есть заповедь такая возлюби ближнего своего как как самого себя если ты себя не любишь ты никого не будешь любить поэтому полюби себя прими себя и поймите еще одно вот знаете мы всегда ищем счастье раньше думала стану счастливой когда прожил детей нет сначала думала замуж надо выйти замуж вышла пришли какие-то будни куда-то счастье улетела вот это эйфория внутренняя потом думаешь ну все рожу детей точно стану счастлива рожаем детей тоже счастье куда-то испаряется потом думаешь ну все сейчас миллион заработаю точно стану счастливой миллион заработала и не один а счастье это не прибавилось дорогие мои вы знаете и вот птица счастья как будто еще песню помнился да как юрия антонов пел птица счастья завтрашнего дня улетела и вот она куда-то улетает то прилетает счастье прилетела улетела прилетела улетела и мы так живем все время в поисках этого счастья знаете что я поняла а счастье искать не надо она внутри тебя находится ты есть наташ я хотела бы еще вот у нас уже сто восемнадцать подписчиков и сто восемнадцать участников кто-то хочет если задать какой-то вопрос пожалуйста пишите в комментариях я буду я читаю все комментарии там одна красавица королева написала благодарю я вас тоже благодарю вот пишите в комментариях все свои вопросы этой милой красивой лучезарной солнечной женщине надо задать свои вопросы девочки и в основном здесь девочки девочки королевы задавайте вот миллионерша которая все сделала сама сама себя подняла через все что угодно прошла вот она вот перед нами понимаете это учитель у кого надо учиться поехали девочки пишите хорошо а наташу продолжать ну что я хочу сказать я хочу сказать свои результаты знаете на самом деле у меня были очень сложные отношения с мужем вот я не могла принимать своего мужа какой он есть и вы знаете здесь есть пятая методика которая учит нас принимать нашего мужа и знаете она так и называется я хозяин своих чувств и вот не чувства тобой руководят ты взорвалась что-то сказала она говорила он те слова ты ему 10 а нет здесь ты становишься хозяйкой своих чувств и ты уже знаешь как быть мудрой женой мудрая жена устрояет свой дом дорогие мои а глупая разрушает давала нас если браслеты миллионеров которые помогают нам очень сильно вы знаете вот эти восемь секретов миллионера на самом деле это нужно каждому человеку вот у меня дочка ей 20 лет знаете на самом деле она была в депрессии как и я она умница и красавица но я заходила в комнату и она лежала и горела мама а я жить не хочу и руках не хочешь аля ты что я не могла понять как мне помочь ребенку и вы знаете самое интересное когда я пришла на методику мой ребенок увидел как я изменилась и она сама мама мне нужно там тоже быть и она прошла тоже тренировки и вы знаете она была как и ёжик она не давала себя не обнимать не целовать она все время вот так говорят а сейчас у нас не вот такие классные отношения она сейчас интеллект тренер и она обучает детей от 12 лет и выше дорогие мои 1 до 20 и вы знаете самый маленький ребенок не приходил восемь лет а самый взрослый мужчина прошел эту методику 92 года о чем это говорит что она нужна каждому человеку в каждый дом в каждое сердце вот у тебя нету энергии нету радости нету счастья тебе нужна эта методика у тебя нету профессии ты не знаешь куда дальше двигаться как дальше жить куда идти где зарабатывать слушайте дорогие мои это самая высокооплачиваемая работа сказать вам сколько я за январь месяц заработала кому интересно давайте мне интересно мне всем нам интересно вот 130 участников нас всем нам интересно давайте а знаете дорогие мои я заработала за один месяц январь 2 миллиона там сто с чем-то тысяч представляете за что за то что я делаю людей счастливыми здоровыми богатыми уверенными успешными красивыми стройными представляете как это круто какие-то благодарные деньги знаете что я слышу постоянно я слышу только спасибо и благодарю в свой адрес нигде никогда я не видела таких благодарных денег здесь действительно благодарные деньги вот если вы такой человек который желаете делать добро для людей и всегда мечтали об этом вот эта профессия интеллект тренера это для вас как раз вот это нужно вам каждому человеку самое интересное вы ее приобретаете всего лишь за 10 дней а сейчас у нас крутая акция вы можете ее вообще приобрести очень дешево вы знаете я приобретала эту профессию в январе месяце за 38000 а сегодня она 6000 стоит это же вообще смешно поэтому воспользуйтесь этой акцией кто вас там пригласил на прямой эфир да напишите и просто купить эту профессию потому что изменитесь вы изменится ваше окружение изменится ваша семья дорогие мои эту методику прошла моя мама которая 76 лет знаете что произошло она бросила пить все таблетки она построена она помолодела и мы пойдем с ней когда на рынок ходили до 60 лет дают а ей почти 80 она же энергична она у меня королева смеха она в нашей команде смех вела мама мама моя мама уже два месяца лежала вот так пластом понимаете вот так еще десять дней в этих двух месяцах была в больнице у меня сустав палит у меня там такая негативная я чувствую что я маму теряю это буквально было вот два месяца назад я не знаю как ей помочь потому что дети для них не авторитет я говорю давайте сюда давайте туда давайте мы будем мысли менять давайте вы не будете смотреть новости иди отсюда и потом я такая не знаю что делать и ко мне вот мой наставник асельсер дебаева подошла вот так вот так вот так я говорю вы сможете мою маму поднять если вы мою маму поднимите я ваш супер джам подниму говорю ваш супер джам давай мы с ней поговорим и вот мы я включила видео я включила видео связь и по ватсапу и мама мама берется такая в папке лежит и не знаю что она делает с осень что-то делать 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 потом она такая раз на следующий день стала на диванчик села с нами же вот так разговаривать а сейчас наташ она обливается холодной водой понимаете это чудо из чудес вы что она даже в холод даже на улицу выходи выходить боялась а тут она обливается еще февраль не закончился у нас еще зима это же все но зима понимаете может быть солнечная страна но это все но зима это зимний ей 68 лет и под 70 и вот она буквально вчера в прошлом месяце была в больнице я такая а что такое супер джам подождите подождите тренер она сама побежала сама купила сама сама деньги нашла я не знаю что сделать я хочу быть здоровой я хочу долго долго жить я хочу обливаться каждый холодной водой я хочу других тоже исцелять я так хочу и оздоравливать все я тоже буду мастером интеллектом тренером стал представляете это чудо это ребята девочки это реально чудо это реально чудо особенно для для наших мам супер джам это взрослая педагогика понимаете надо друг другу относиться педагогично это что такое это терпеливо это терпеливо это стиль с терпеливостью с толерантностью такое есть зарубежное слово понимаете а мы все таки вякаем вякаем отсюда начинается разрушение понимаете это это что-то с чем-то это это номер один это реально компания номер один это оздоровление людей выход из депрессии это ответ на все твои вопросы почему почему не счастье докажешься в каждой минуте и наташа я сказала знаете асель сердубаева я сказала волчица нашла свою стаю я раньше все время улыбалась я все время улыбаюсь все время и все на меня чё ты лыбишься чё ты лыбишься чё она все время улыбается ненормальная что ли смотрите нормальные вещи стали ненормальными а вот ненормальные вещи стали нормальные вот так ходить нормально а вот так ходить ненормально чё ты лыбишься и у меня были такие проблемы у меня в стране они меня назвали маргенштерн бузова дура ну и так далее а тут я захожу на урок и там айша хан ругается почему не улыбайтесь почему почему не улыбайтесь улыбайтесь господа я нашла свою стаю у меня было столько трансформации наташ это просто это продолжайте ласточка ваш эфир мах я вас так люблю продолжайте а у меня я мужа называла всегда дурно смехом он всегда смеялся просто без причины я говорю мы забрали заболели коронавирусом я дети все а он не заболел я не заболел я ж тогда супер жамп не знала а как-то он ржал постоянно и поэтому его даже инфекция не брала коронавируса он вообще так и не переболел у нас все переболели кроме него вот поэтому смех я вам хочу еще сказать знаете унылый дух сушится кости а веселое сердце врачу и что происходит когда мы в уныне у нас разрушаться начинают кости и суставы дорогие мои почему сейчас в мире вот посмотрите в войны страхи что происходит с человеком это все сковывает человек боится он трясется его тело отвечает тем же она начинает болеть потому что хорошие клетки они разрушаются а вот эти больные клетки они заполняют вот это наш организм от уныния самое страшное слово забудьте вообще своем лексиконе я устала никогда его не произносите если вы скажете я устала ляжешь отдохнешь потом на несколько месяцев понимаете поэтому никогда и не говорите слово я люблю пассив это ужас пассив это бездействие понимаете ты хочешь пассива пассив я хочу веселый активно мне это не интересно раньше мы все искали пассив пассив инвестиции инвестиции потеряли потом локти кусаем люди нас проклинают и мы говорим кто-то заработал а кто-то у кого-то руки отпали потом у меня у знакомой в одних инвестициях она приглашала много людей после того как инвестиции закрыли и люди так прокляли что они две руки перестали двигаться представьте что пассив это дело поэтому забудьте слово пассив у нас должна активная жизнерадостная веселая счастливая бурная жизнь знаете от чего я сейчас кайпую и наркотиков не надо из-за того что я делаю счастливыми людей которые приходят вот так на тренировки сидят сидят а потом и и вот это тебя делать счастливым дорогие вы никогда здесь не будете угрюмой вы всегда будете довольны и будет у вас люди довольны и счастливы то что я и хотела и самое главное знаете это компания номер один нету аналогов нету конкурентов профессиональные тренера это номер один в мире ничего подобного нет если взять психологов вот смотрите на психолога нужно учиться четыре-пять лет потом вы отучились я один раз была у психолога это же кошмар три тысячи я за сеанс отдала лежишь вспомни детка когда тебе там кто-то обидел вспомни то вспомни это и лежишь три часа в этих ужасных воспоминаниях и выходишь от психолога тебе так плохо почему а ты же все естественно вспомнила кто тебя какую боль причинил как это плохо я думал боже мой и потом она говорит ну придешь на следующий сеанс там еще поработаем там вот это поспоминаю вот это переживи заново вот это пройти я помню я вышла к психолог мне хотелось еще хуже было чем знаете что у нас я так рада что у нас нету на нашей методике никакой такой психологии мы здесь делаем людей радостными счастливыми наполняем энергию знаете мы чё людям говорят короли королевы мегалитеры триумфаторы вы знаете в каждом человеке есть королева и король каждом только они не видно их из-за проблем все стали рабами служанками а ты королева на самом деле и ты король на самом деле представьте и вот здесь ваше королевство открывается и вы действительно становитесь королевой и вы понимаете знаете что вы начинаете понимать что королева это та которая издает указ и все что вы говорите вы это получаете у нас есть волшебное упражнение кто хочет быть волшебником это шестое она так и называется техника исполнения желания дорогие мои это самое крутое упражнение мы здесь реально становимся волшебниками вот как будто у вас волшебная палочка в руках все ваши мечты все ваши желания они начинают исполняться благодаря этому упражнению представьте как это здорово вы же все мы же все с детства мечтали быть волшебниками я вот мечтала старик хаттаб эти бородку а торт все произошло потому что почему у меня такой бородки нет там светик синий цветик помните как она отрывала и все улетали и все происходило так вот здесь мы становимся действительно волшебниками только это никуда не уйдет потому что в тебе в волшебник живет тебе просто нужно понять что ты сама волшебница и знаете где ваше волшебство в ваших устах потому что все что ты говоришь сегодня ты будешь жить в этом завтра ставьте а сегодня ты находишься там то что ты говорила вчера и вот где ты хочешь завтра находиться вот скажи сегодня правильные вещи и вот мы на методике учим правильно говорить правильно думать правильно мыслить ставить сверх цели понимаете мечты учим людей смеяться самое простое ведь эти смеются вот просто так а мы почему-то решили нам нужно комедия чтобы поржать это просто смехотерапия девочки это смехотерапия кто хочет написать вопросы пишите в комментариях ласточки какие есть вопросы к такой волшебной женщине крыла здоровым алтандарм яслову ялбай трюс чадя славы пишите на киргизском я переведу на русский крыша тя сломи норча которым она норчан и крыша ватар перимал тарму ялба лакарку арнат чекла хорошо у меня девиз делать сильных сильнее и и я сейчас вот вы сейчас на канале моем на телеграм-канале это женский клуб женский клуб называется моё бессмертие наташ потому что женщина должна быть бессмертной а что такое бессмертие оставить после себя след супер оставить после себя средств его имя должно греметь мое имя уже гремит я уже être смертная в учебниках уже у у детей вы там четвертый класс то ли я уже в учебниках я уже в ю тубе я уже у историк色 кс и точно теперь я бы быть в истории планеты и хочу чтобы каждая киргизская женщина тоже была в истории киргизтана как минимум, а потом еще и вся планета. Я очень люблю свою планету, очень люблю свою страну. Я нации не делю, просто я кыргызов люблю чуть больше. Продолжаем, Наташа, продолжаем, Ласочка, а я буду читать вопросы. Кстати, я с тобой согласна, что человек умирает два раза. Первый раз он умирает в теле, а второй раз он умирает, когда о нем забывают. Так что то, что ты говоришь, это очень круто. И не зря у нас тут говорят, что мы исторически герои. Мы люди, которые творят историю. Знаете, мы перегоним всех. Microsoft, Google, Apple. Мы будем на первом месте. Почему? А потому что здесь мы берем человека несчастного, неуверенного, который не видит будущее, который не знает, куда ему дальше двигаться, и просто вселяем в него уверенность. Представьте, учим его правильно говорить, правильно мыслить. И все это происходит за 10 дней, дорогие мои. И когда мышление человека меняется, происходят чудеса в его жизни. Вот даже у меня семья была, они собирались расстаться вообще. То есть они разводиться собирались. На грани разводиться. Да я сама. Знаете, как мой муж говорит? Мы два одиночества живем под одной крышей. Ведь многие так живут, только не признаются. Правда же? На людях мы улыбаемся, ходим под ручками, можем там все хорошо. А домой приходим, муж компьютер, ты туда, и вот там бывает тут кушать, садимся вместе. Правда же? Ну знаете, что сейчас? Я с вами немножко поделюсь, что у меня произошло. Я начала использовать все наши секреты миллионеров. Вы знаете, это не сразу произошло. Мне нужно было подождать несколько месяцев. Но я начала говорить. Раньше говорила, ай, мой муж такой, мой муж такой. А потом я начала говорить, мой муж заботливый, мой муж ласковый, у нас страсть, у нас то, у нас это. И знаете, у нас сейчас такие отношения, которых никогда не было, даже когда мы встречались. И мы с ним смотрим, что происходит. И мы думаем, вау, это что, мы только жить, оказывается, начинаем? Дети уже взрослые, уже внуки, да? А мы, оказывается, у нас только страсть пошла настоящая. Знаете, раньше была какая-то страсть, но это не та страсть была. А вот сейчас она уже осознанная. Знаете, что самое главное? Мы получаем на методике суперджамп. Осознанность. Почему? Потому что неважно, сколько тебе лет, ты ребенок. Вот тебе 80, а ты ребенок. Вот тебе 60, а ты ребенок, если ты неосознанной жизнью живешь. Кто такой осознанный человек? Это тот, который правильно принимает решения. Прежде чем... Сначала подумает семь раз и один раз отрежет. Он думает, прежде чем что-то сказать. Они осознанные люди, они эмоциональные. Куда ветер подует? Я так раньше жила. Моя фамилия Ветрова. И откуда ветер подует? Вот так я жила. А сейчас я стала осознанной. Почему я бегала в инвестиции, теряла деньги? Да мне же предложили. Я полетела, побежала. А сейчас нет. Меня не позовешь уже в инвестиции. Не затачишь никакими коврижками. Как бы мне что красиво не рассказывали. Почему? А потому что там будут те последние после меня, которые потеряют и будут плакать. Понимаете? Я вот что осознала. И знаете, что я осознала? Что оказывается, вот детей в детский дом, почему мамы сдают? По эмоциям. Им наговорили что-то. Их не поддержали, когда девочка забеременела. Что ей делать? Она побежала в детский дом, ребенка отдала. Потом думали, что я натворила? А уже назад не вернешь. Почему? Осознанности не было. Ни мама неосознанная, ни ребенок, ни бабушка. И вот так кидают детей. А представляете, когда люди станут осознанные? Это же детей не будут в детский дом отдавать. Это же в дома престарелых не будут отдавать стариков. Вы представьте, муж с женой не будет разводиться. Почему? А потому что жена любит тебя, муж любит тебя. А если они любят себя, они потом и любят друг друга. Знаете, почему мы не любим, то есть не любим, когда себя? Мы видим недостатки в других людях, дорогие мои. Ты в муже видишь то, что есть в тебе. Но ты это не признаешь. Ты в детях, тебя раздражает именно то, что есть в тебе. Но ты это не признаешь. Почему я приняла мужа? Почему у меня сейчас с детьми замечательное отношение? Дорогие мои, я приняла себя. Я приняла себя. Я полюбила себя. И я не вижу тем недостатки в мужа. Я не вижу в детях. И я перестала быть белой. И поэтому страсть появилась. И поэтому уже не одна одиночество под одной крышей. А мы семья теперь. У нас общие интересы. Мы можем сидеть в какую-то игру в домино. Вчера мы с семьей сидели просто весь вечер в домино проиграли до двух часов ночи. Вот просто так. Просто смеялись, радовались. Там вот просто ребенок не спал. Ему шесть лет. Он так радовался, когда он не спал, когда он спает. Знаете, как это здорово. Это здорово. Наташа, можно я тоже поделюсь? Да, да. Конечно. Вот я теперь у меня я сплю с Довганем, просыпаюсь с Довганем, засыпаю с Довганем. Основатель этой крутой, крутейшей компании это Довгань, Владимир Довгань. Очень такой классный сын России. Вообще просто. Мы на его книгах выросли. У него такие классные книжки были. Да, да. И когда он сказал, что суперджамп это навсегда, я с утра прям расплакалась. Потому что вот знаете, вот я-то, знаете, осознала, что я буду жить счастливо всегда теперь. Суперджампом я буду всё время счастлива. Вы представляете, он сказал, суперджамп это навсегда. И я такая, блин, неужели я буду всё время улыбаться и всё время смеяться? Неужели? У меня такое осознание, я прям, блин, думаю, и люди, которые приходят суперджамп, они приходят навсегда. Потому что тебя учат смеяться. Тебя возвращает улыбку. Тебе возвращает смех, твой. Такой настоящий смех, который был в детстве. Да? Вот согласитесь, мы в детстве так смеялись, да? Да, беззаботный такой смех не за чего-то, а просто так мы смеёмся и всё. Просто так. Просто посмотрите на детей, они такие счастливые, они, я много чему учусь у детей, они гениальны, их гениальность в простоте. Любая гениальность в простоте. И я думаю, классно, я буду всё время счастливой. Теперь мне надо вот это счастье донести до моих, вот до моих, донести до моих крыгызов и донести до всего и всей планеты. Поэтому я нашла свою стаю своих вожаков. Нашла своего наставника волчицу Наталью Ветрову. Супер, супер. Продолжаем. Вот. И что я хочу сказать, знаете, дорогие, недавно я поняла, что я не хочу быть в старости бабушкой, которая печёт пирожки детям. И чтобы внуки мои приходили ради пирожков. Знаете, что я сейчас говорю? Я хочу быть крутой бабушкой, бабушкой-миллионером, самой уверенной, самой успешной, самой счастливой, самая молодая, самая стройная и красивая, чтобы мои внуки приводили своих друзей и подруг и говорили, пошли к моей бабушке. Она научит тебе быть успешной, быть счастливой и как зарабатывать миллионы. Представляете? А то у меня понятие бабушка. Ещё, знаете, как говорят, что стар, что мал. Это такое унижение, дорогие мои. Я так не хочу это в своём зрелом возрасте это услышать. Я вечно буду молодая. Потому что с нашей эпизодикой мы стареем. У нас самоунижение пошёл процесс обратно. Мне сейчас намного меньше лет, чем, ну, на самом деле, да. И я этому очень рада. Почему, дорогие мои? Потому что действительно вот эта энергия, эта радость, это счастье, оно влияет на все ваши клеточки. И почему у нас люди даже исцеление происходят? Вот у меня женщина с Турцией была. Знаете, что с ней произошло? Я, когда я позвонила, я так часто, знаете, как думаю о людях? Я вот так утром сажусь, молюсь и думаю, Господи, кого я могу ещё осчастливить? Кому я могу быть ответом на молитвы Его? Потому что ведь мы в тайной комнате всегда молимся. Даже если человек говорит, я в Бога не верю, я отлично. А в самом деле, когда нам плохо, мы все бежим к Богу, правильно? К Аллаху, к Богу. Мы все бежим, дорогие мои. Но я всегда говорю, Господи, я хочу быть ответом на молитвы людей. У меня даже случай был. Я так только помолилась и думаю, кому позвонить? И тут у меня человек перед глазами. Я ей звоню, а она мне говорит, Наталья, ты не поверишь, я сижу сейчас и молюсь, Господи, пошли мне человека, как мне выйти из этого тупика? И в этот момент ты звонишь. Вот представьте, она вообще в другой стране. Я с ней никогда не встречалась, а Бог слушает её и слышит меня, и нас соединяет. Представляете? Очень круто. Очень круто. Какая метафизика здесь включается? Вы представляете? Мы действительно здесь становимся волшебниками. Можно я объясню слово метафизика? Это после физики, это вне физики. Физика это всё материальное, всё вот это вот, всё понимаете? А метафизика это вне физики, что-то во вселенной идей, во вселенной мысли, во вселенной энергии. Ты не можешь принять. То, что разумом ты не можешь принять. Смотрите, теперь у нас появились вопросы. Давайте я зачитаю. Назгулечка задала вопрос. Наталья, получается, у вас сначала пришёл муж к этому, а потом и все остальные члены семьи, вопрос. Куда пришёл муж? Что вы пришли? Что вас зацепило, что вы пришли к этому? Расскажите, пожалуйста, что вас зацепило? Вот Назгулечка задала вопрос. Я на начале не слышала, Назгулечка задала вопрос. Я на начале не слышала, я же рассказывала, какой я депрессией была. Не муж пришёл, я пришла, дорогие мои. Потому что я была без энергии, без радости. Я плакала пять месяцев, поверьте мне, пять месяцев. Я ещё и мужу говорю, слушай, как ты меня мог терпеть? Пять месяцев? Каждый день. Ночью жену пила, недовольна, вечно приходила и просто готова была крушить всё на свете. Понимаете? И я пришла на методику, а зацепило меня то, что я услышала человека, который сказал, я зарабатываю пять миллионов рублей за то, что я делаю людей счастливыми. Я сказала, я тоже хочу зарабатывать и я тоже хочу делать людей счастливыми. Всё, мне больше ничего не надо было. Я ничего больше не спрашиваю. Я должна быть там в середине и узнать эти восемь секретов миллионеров. Что это такое? Как там людей так выводят в состояние счастья и радости? Вот что мне нужно было. Мне нужно было счастье, мне нужна была эта радость, мне нужно было как-то решить свои проблемы со здоровьем. Я не знала. Вы знаете, я выбросила все таблетки уже. У меня нету дома таблеток. Раньше у меня коротками были таблетки. Сейчас я перестала пить лекарства. Почему? А потому что в радости. А радость – это здоровое тело. Это всё здоровое вокруг. Это финансы. Это энергия. Это счастье. Это отношения. Понимаете? Это денежные потоки открываются все. Вот если ты в кредитах, в долгах, не знаешь, как из этого вылезти, тебе надо научиться смеяться. И всё. Всё так просто. Приходи по методику. Пройдите 8 секретов миллионеров. Посмотри, как это всё легко и просто и доступно для каждого человека. И всё. И ты выйдешь из этих долгов, из этих кредитов, из этого негативного настроения, из проблем в семье. Всё здесь решится. Самая главная методика Суперджам отвечает на все твои вопросы. Это ответ на все вопросы. Я не знаю ни одного вопроса, на который невозможно было бы ответить, пройдя эти 8 секретов миллионера. Супер. У нас следующий вопрос ещё. Айгулечка. О нет. Айпери Мукашева задала вопрос. Айпери Мукашева задает вопрос. Суперджам. Этому надо учиться? И сколько надо учиться? Сколько стоит? Айпери Мукашева спрашивает. Смотрите, сейчас у нас очень крутая акция. Вообще лицензия стоит 550 долларов. Всегда цена. Но сегодня и завтра цена 6050. Меньше 100 долларов. Дорогие мои. Вам очень повезло. Тренировки у нас проходят в зуме. Мы собираемся от 10 и больше человек. И мы просто там. Вот я интеллект-тренер. Вот у меня скоро через 15 минут тренировка. Поэтому я сейчас уже бегу на тренировку. Моя группа меня ждёт. И самое главное, знаете, со всех стран мы собираемся. Вот у меня сейчас с Америки, с Португалией партнёры, с Киргизией партнёры, с Украины, с Германией. И представьте, это всё вот куча людей. Знаете, что я поняла? Методика Супержамп, она объединяет, а не разъединяет. У нас нет никакой политики. Мы не говорим, кто прав, кто не прав. Мы здесь объединяемся. Знаете почему? А потому что все хотят быть счастливыми. Неважно, в какой стране ты живёшь. Все хотят быть богатыми, здоровыми, уверенными, успешными, красивыми и стройными. И всё вы это получаете за 10 дней, дорогие мои. 10 дней, и ваша жизнь меняется на 180 градусов. Вот и всё. Супер, супер, супер. Благодарю. Кто-то ещё здесь написал «благодарю», а она с Гуликой написала «супер, благодарю», поблагодарила вас за ваш ответ. Классно, Наташа. Спасибо, Ласточка, что вы уделили своё драгоценное время для нас, для наших подписчиков. И ваши партнёры тоже пришли, такие светлые. Все суперзямбовские, все светлые, все улыбаются, на фотографиях все злые, злучезарные, и как солнце светится. Сократ же говорил, в каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. А суперзямб даёт светить. И вот эти интеллект-тренеры, это новая профессия, девочки. Это новая профессия, нового поколения. Это интернет-профессия. Вот в интернете надо зарабатывать деньги, в телефоне надо зарабатывать деньги, чтобы телефон твой зарабатывал деньги. Они ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У нас такая большая проблема в Кыргызстане. Женщины берут телефон, звонят подружкам, ля-ля-ля-ля, и пилят своих мужей. Им отправляют ламу энергию. Они говорят, какой он плохой. Какая плохая девочка, какие плохие дети. Все. И вот эта энергия распространяется по всей стране. Поэтому я взялась за женщину. Я сказала, женщина, перестань ныть. Перестань ныть. Не нравится? Меняй. Не меняешь? Не ной. Все. А сейчас появилась вот эта методика судьбе. Я думаю, господи, все, что я молилась, вот оно, вот оно. Я говорила, блин, смотрите, Наташа, Кыргызстан номер один, Кыргызстан может быть номер один. И за мной все смеются. Я говорю, а если Кыргызстан будет номер один? Вот мне задают вопрос. Если Кыргызстан будет номер один, Кыргызстан будет номер два, а Россия будет номер три, я говорю, да блин, ребята, мы все можем быть номер один. Давайте мыслить мыслями изобилия. Да все могут быть номер один. Я могу быть номер один мотиватором. Вы можете быть номер один вдохновителем. Да, девочки, давайте быть к первенству, к идеалам стремиться. На высоких вибрациях быть. Хватит хныкать, хватит ныть и пилить друг друга. Вот. Спасибо вам большое за такую мотивацию. Можно я ничего сейчас скажу? Подожди. Ты вот сказала за номер один. Я вот, это у меня история тоже есть за номер один. Я когда пришла в Суперджамп, и там есть у нас Наталья Семенова. И я попадаю на ее школу, и знаете, ее так долго представляет Наталья Семенова номер один, Суперджамп. Я такая сижу, думаю, не понял, а почему Наталья Семенова? Я себе пишу в тетрадке, Наталья Ветрова, номер один, Суперджамп. Знаете, что я сделала? Я перегнала всех, которые были до меня. Я открыла сейчас такой ранг, который люди шли 3-4 года к нему. Я его сделала за год. И я стала номер один действительно. Понимаете, дорогие мои? И вот правда, что она сказала, для себя стань номер один. Какая разница? Наталья Семенова, она для себя номер один, а я стала для себя номер один. Понимаете? Ты стань счастливой, ты стань уверенной, ты стань номер один для себя, для своего мужа, чтобы он налево-направо не пошел. Понимаете? Ни один муж не пойдет налево-направо, если его будет встречать жена с улыбкой, а не какая-то пила. Довольная женщина. Понимаете? Это так круто. Никогда дети от вас не убегут никуда. Если вы будете их любить, принимайте такие, какие они есть, они будете их любить. Ты дебил, ты дурак, ты такой, ты секой. А потом мы думаем, что такие дети у нас непослушные? А мы же каждый раз говорим, да ты тупица, да ты непослушный, да ты ничего не соображаешь. И растет ребенок тупица, ничего не соображает. А еще мы говорим, ты больной. А потом думаем, что наши дети болеют? Понимаете, дорогие мои, нам надо следить за своими устами, что мы говорим. Жизнь и смерть во власти языка. И все, что мы говорим, мы это получаем. Так что, дорогие, я вас уже, наверное, сейчас оставляю. Благодарю вас за прямой эфир. Спасибо всем, кто был. Мы вас ждем. Я очень рада. 25 марта, через месяц, ровно, мы вас ждем в нашем солнечном Кыргызстане. Мы раскроем объятия, отвезем вас в нашу любимую Иссыкуль. Это же мчужина всего мира. Блин, Наташа, приезжайте, мы вас ждем. Мы так уже полюбили вас. Я тоже вас всех люблю. Вы крутые. Кыргызстан в моем сердце очень давно. У меня самая сильная команда в Кыргызии. В Кыргызии. И именно я открыла Кыргызстан. Так что, все, благодарю всех. Молодец. Спасибо. Мы вас тоже любим. Все, давайте. Классно. Все, провожаем вас с добром, с счастьем, с Богом. Спасибо. Я живу ради того, чтобы сделать этот мир лучше. Удача и дружба с нами всегда. Благодарство и счастье это наша судьба. Представьте, какой у нас девиз суперджам. Мы же каждый день это говорим. Почему это происходит? Да потому что мы это говорим, говорим, говорим несколько раз в день. И я говорю, моя команда номер один, моя команда номер один. Самая быстрая, самая крутая, самая классная. И так и есть. И моя команда делает такие результаты, которые другие команды за четыре года не делают. Потому что моя команда номер один. Так что говорите правильные вещи, и вы это увидите в своей жизни. Все, всех благословляю, всех люблю. Вы лучшие, вы классные. Приходите на методику суперджам и ваша жизнь изменится на 180 градусов. Всем пока. Всем пока. Спасибо, спасибо, солнышко. Иди, молоди, дыша моя. Классно. Ну что, девочки, классно, классный был эфир. Просто супер. Спасибо тем, кто сегодня присоединился. Команда Натальи Ветровой, вижу, Любовь Соколова, Надежда Мороз, Наташа пришла. Много-много наших русских женщин пришло сегодня в эфир. Спасибо, что вы посетили мой канал, телеграм-канал. Оставайтесь здесь, будьте подписчиками. Я буду вас учить артурскому искусству. Я себя называю вдохновитель планеты. Я люблю не только Кыргызстан, я люблю все страны мира, особенно свою планету. Она моя, она у меня вот здесь. Я тоже как сверхлидер, как сверхчеловек все смотрю сверху. А моих подписчиков тоже благодарю за участие, за активность, за то, что вы активно смотрели. У нас эти подписчики, вот зрители только увеличивались, увеличивались, увеличивались. Это благодаря вашей энергетике. Я этот эфир сохраняю. Пожалуйста, пересмотрите его. Когда вам плохо, еще раз пересмотрите, еще раз пересмотрите, еще раз пересмотрите. А лучше всего приходите к нам в мою команду, в мою команду, мои подписчики, в мою команду. Становитесь интеллект-тренером. Я вас научу правильно пользоваться своим интеллектом, правильно его тренировать у себя и еще у своего окружения. Я сейчас создаю свое будущее, создаю свое окружение, создаю свою планету, создаю свой Харстан. Всех вас люблю, сохраняю эту запись и выложу сейчас в Телеграме, а потом еще выложу еще в Инстаграме. Молодцы! Ну что тогда, господа, мы прощаемся, да, мы прощаемся, мы говорим всем пока-пока! Удача и дружба с нами всегда. Удача! Представляете, дружба с нами всегда. Богатство и счастье – это наша судьба. Ребята, это так и есть. Я вас всех люблю. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok